В то время как Киев отмечает государственный праздник, День независимости, люди, живущие в прифронтовой зоне на юго-востоке страны, вышли на антивоенный митинг. В центре Донецка сегодня собрались около 5000 человек. Люди считают, что говорить о независимости Украины по меньшей мере странно, учитывая колоссальное влияние Запада на политику нынешних властей страны. На митинге звучали призывы к Петру Порошенко прекратить войну, развязанную в Донбассе, и снять с него экономическую блокаду. Письмо соответствующего содержания отправили на адрес президентской администрации. Оформили огромный конверт, как положено. Фамилия, имя адресата и марка, провозглашенные Донецкой республики. Сотрудники почты обещали сделать все возможное, чтобы письмо дошло. Написали письмо Порошенко, обратились к нему, но мы почему-то уверены, что это не дойдет до него. И не дойдет не только в руки, а ни умом, ни сердцем он никогда не поймет того, что происходит на самом деле. Мы дорожим своим народом, своими детьми. И руки пусть убирают от нашей республики. Очень жаль за них украинцев, потому что они многого не понимают, многое к ним не доходит. И я думаю, поэтому у них просто искривлено воображение о нас. А это самое страшное, когда неправда. Ну а по центру Киева в это же время маршировали военные и боевики нацгвардии. В том числе и те, что открывали огонь по городам и селам Донбасса во время так называемой антитеррористической операции. День независимости на Украине отмечают с момента распада Советского Союза. За парадом наблюдало высшее руководство страны, включая президента. На этот раз никакой техники в условиях глубочайшего экономического кризиса слишком дорого. К тому же в прошлом году ее появление на главной площади украинской столицы в разгар боевых действий в Донбассе вызвало волну критики.